Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Ксения Колесниченко, программист компании BI-Consult. Мы с вами будем сегодня выполнять душевные задания шестого дня марафона Data-Yogi по ClickSense. Для этого нам необходимо открыть приложение, которое мы сделали в прошлый раз. Ну, и начинаем. Для начала построим линейчатую диаграмму по статусам проектов. Создаем новый лист. Называем его, например, диаграммы. И открываем его. Так, строим линейчатую диаграмму. Выбираем диаграммы. Линейчатую. В качестве измерения мы используем поле State. Это статус проектов. В качестве меры мы должны использовать средние сборы, фактически. Сборы у нас pledged real. Средние, это average. Давайте отсортируем по возрастанию. Мы видим, что у нас они стоят в алфавитном порядке. Мы взяли их, поменяли. Также мы можем сделать... Ну, эти мы можем сделать горизонтальную, можем сделать вертикальную диаграмму. В разделе представления мы выбираем метки значений, чтобы у нас были подписаны цифры. А для того, чтобы они у нас были подписаны не как 9, 14к или 30, 25, а точные цифры, мы выбираем формат меры. Выбираем числовой и без запятых. А без знаков после запятых. Так, а само... Это мы подпишем как, наверное... Средние сборы. Давайте назовем диаграмму. Это будет средние сборы проектов по статусу. Переходим к выполнению второй... А, да, что мы еще можем сделать. Обратите внимание, вот здесь, где вид, вы можете убрать... Вот в разделе ОСТЬ ОХ. Вы можете убрать метки из заголовок, оставив столько метки, например. Вот они... Филд, Саксэсфул и так далее. То же самое можете сделать с метками и заголовками в пассиву У. Или можно просто взять и все убрать. Очень удобно. Так, второй пункт. Перейдем к линейчатой диаграмме с группировкой. Выбираем линейчатую диаграмму. Она у нас будет большая. В качестве... Так. По категории «Годовый запуск» выведем количество проектов. Выберите удобное для себя представление диаграммы. Для наглядности в меню «Цвета и легенды» поставим настройку цвета по измерению год. Количество проектов в какой из категории останется практически неизменных на протяжении трех лет. Так. В качестве измерения мы сюда добавляем главную категорию, main категорию. Не подкатегорию, которая по-английски идет как категория, а main. В качестве меры мы считаем количество проектов. Каунт-айди. В качестве полосы мы выберем год. Год, который относится не к дедлайну, а к дату запуска. Затем мы идем в раздел «Вид». И выбираем представление вертикальное или горизонтальное, сгруппированное или стопкой. Мне кажется, что как-то понятнее, очевиднее данные, которые представлены в виде стопки. Давайте здесь тоже подпишем данные. Мы идем в раздел «Представление». Подписываем метки значений. Поле переименовываем в категорию. Полоса у нас будет называться как год. Мера у нас будет число проектов. Оп. Число проектов. В качестве формата числа мы выберем число целое. Так. Для наглядности в меню «Цвета и легенда». Так, сворачиваемся. В разделе «Вид». Поставим настройку цвета по измерению год. Поставим настройку цвета по измерению. 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 Так, количество проектов из какой категории остается практически неизменным в протяжении трех лет? На самом деле здесь визуально трудно определить, о каком именно показателе идет речь. Это может быть как игры, где число практически не изменяется. 7400, 6900, 6900. Да, ну вот правильным ответом считается комиксы, да. Мне кажется, что это из-за того, что в принципе их число слишком маленькое. Вот. Переходим к третьему пункту. Так, это мы назовем распределение количества проектов по годам и категориям. И последний пункт. Поработаем с гистограммами. Построим распределение числа сторонников, тех, кто вложился в проект. Берем гистограмму. В качестве поля мы указываем backers. Для того, чтобы диаграмму можно было прочитать, в меню вид ось Y добавим ограничения по минимуму и максимуму от 0 до 100. Вид. Ось Y. Диапазон у нас стоит автоматически. А мы выбираем настройку от 0 до 100. Ну, видим распределение. Здесь мы тоже добавим данные. Мы выберем общее представление. Добавим метки значений. Так, следующее задание. Пункт 3. А. Какое количество людей поддерживает проекты на Кикстаре в большинстве случаев? Так, а мы же не подписали нашу гистограмму. Мы ее назовем как распределение числа фанатов. Мы видим, что в большинстве случаев поддерживают проекты на Кикстаре от 0 до 12. Какой проект был поддержан наибольшим количеством людей? Название, категория, количество сторонников, статус страна. Ну, собственно говоря, здесь мы выбираем самое правое значение. И у нас применяется выборка. Для того, чтобы определить характеристики, мы переходим на первый лист. Мы видим, что это проект Exploring Kittens. Игра американская со сборами 8,7 миллионов долларов. В которой 219 тысяч фанатов. Которая успешно была запущена в 2015 году. На что хотелось бы обратить внимание. Если вдруг вам неудобно выбрать вот это вот значение, вы можете просто взять, развернуть диаграмму, и гораздо проще будет применить. И чтобы выйти из полноэкранного режима, просто нажмите Escape. Ну вот, мы и справились. До встречи на заданиях седьмого дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok